Я думаю, что Путин очень часто просматривает пленку с последними 40 минутами жизни Муамара Каддафи. А вы уверены, что просматривает? Я уверен в этом. И пленка с последними несколькими минутами жизни Саддама Хусейна, она тоже очень сильно убеждает. Я думаю, что это аргумент самой силы. Поэтому я думаю, что, конечно, вторгаться в восточные области Украины – это слишком. Это очень серьезная история. Другой вопрос, что он, скорее всего, не контролирует все процессы. Он не контролирует полностью на 100% вот этот чудовищный совершенно маховик пропаганды. Ведь в чем отличие? Сейчас все сравнивают это правильно, и вы начали сравнивать, Савик, Россию сегодня с Германией 1938-1939 года. В чем отличие? В структуре, в соотношении между насилием и пропагандой. В России сегодняшней пропаганда играет роль гораздо большую, чем в фашистской Германии и 1938-1939 и так далее годов. И больше, чем в Сталинском Советском Союзе. Насилие меньше, мы это понимаем, а пропаганда намного больше, она более изощренная. И вот она, благодаря огромности своей, благодаря гигантскому весу этого маховика, она обладает чудовищной совершенно инерцией. Вот просто так ее взять, это колесо пропаганды, остановить и закрутить в обратную сторону сложно. То есть можно... Это сложно. Это гигантский чудовищный маховик. Вы вот в этой студии в Украине не очень хорошо себе представляете чудовищность этого процесса, потому что когда уже порядка 80% российских граждан в принципе готовы поддержать войну с братской соседней страной, это показатель чудовищности этого маховика, который был запущен. Остановить его довольно сложно. И вот эта чудовищная проблема очень серьезная. И второе, он не вполне управляет теми провокаторами, которые находятся в Донецкой, в Луганской области. То есть трудно предположить, чтобы сам Путин там был... Звонил, да, и говорил, да, захватите автобус с ОБСЕ. Это автономный уже процесс. Он был спровоцирован, он был эспирирован, он был подогрет пропагандой и спецслужбами. Но сейчас он уже приобрел автономный характер. И эти люди, ну, захватили заложников, да, они террористы. Они зашли уже очень далеко. И просто так вот по свистку их остановить будет довольно сложно. Поэтому сейчас вот этот процесс управляемого хаоса перешел в стадию хаоса почти неуправляемого. Поэтому вот это проблема. И Путину из этой всей истории выбраться будет довольно сложно. И мысль, которая покажется в этой аудитории не очень популярной. Я думаю, что с Украиной в конечном итоге все будет нормально и все будет хорошо. Это очень популярно. Да. Те процессы, которые происходят в России, они носят гораздо более тяжелый и менее обратимый характер. Потому что вот это зомбирование подавляющей части населения от трех четвертей до, значит, 80 процентов, это очень тяжелое заболевание, после которого очень трудно выздоравливают. И обстановка в стране, в моей стране, она стала чрезвычайно удушающей. И несмотря на то, что нет того, о чем вы говорите, но атмосфера сгустилась, ну, просто как топор вешает. Потому что постоянно встречаешь зомбированных людей. Их все больше и больше. И пространство свободы слова сужается. И пространство здравомыслия сужается. Рвутся коммуникационные связи между, ну, вчера нормальными людьми, сегодня он уже становится вот этим крымнашевцем и запутинцем. Понимаете? Нет, вопрос вот часто задают, я сам себе задаю его. А вот жили два человека совершенно одинаковых, ну, приблизительно. Одного там уровня образования, друзья и так далее. Один Крым наш, второй Крым не наш. Почему? Разница между ними в чем? Я думаю, что разница, прежде всего, в источнике информации, это главное. Нет, не только, не все. Конечно, не все. Разница в том фильтре, который стоит у человека и который отделяет добро от зла. Потому что в прочности этого фильтра, потому что, понимаете, ну, есть какие-то моральные устои. И нормальный человек с прочными моральными устоями, неразрушенными, а они размываются очень серьезной пропагандой, неразрушенными, не может представить себе, что вот, ну, сосед заболел или брат заболел, ему плохо, у него проблемы, он отвлекается на лечение своей болезни. В это время взял и украл у него, занял комнату, например, да, в его доме. Ну, нормальному человеку это в голову не придет. Человеку зомбированному, а, ну, мы знаем, что происходит со страной, когда включается вот этот механизм пропаганды. Ведь, ну, немцы были одной из самых великих и культурных наций в Европе и в мире. Что с ними случилось после вот закручивания этого маховика геббельсовской пропаганды? Да и русская культура не самая последняя была в мире, да? А что произошло, когда включился маховик сталинской пропаганды? Это история повторяется. И то, что сейчас делали с моим народом, это очень тяжелая история. Игорь, я бы хотел затронуть, раз мы все коллеги, на очень важную тему, это работа журналистов. Я думаю, что, может быть, нужно что-то, чтобы отделить журналистов от пропагандистов. Я думаю, что, нет, это что-то должны делать не в Украине. Это что-то должны сделать в России. Вот это принципиальный вопрос и принципиальная моя позиция. Потому что, когда мы говорим, ой-яй-яй, вы блокируете российские каналы, это ужасно. Блокируют не журналистские каналы, это не информация, это пропаганда. Соловьев, Киселев, Мамонтов и же с ним это преступники. На их микрофонах, на их клавиатуре, на их языках кровь небесной сотни. По крайней мере, значительная часть этой крови. Это такие же преступники, как те, которые сидели на Неруберской скамье подсудимой. Там было два журналистов, одного из них повесили, второй сидел 9 лет. Понимаете, это не журналисты. Поэтому, вот, но отделение журналистов от пропагандистов должно произойти в России. Пограничник не должен определять, кто из российских сотрудников СМИ является журналистом, а кто таковым не является. Пограничник-то нет, но на самом деле определяют, это же не пограничник, а служба безопасности. Нет, пограничник должен иметь критерий. А критерием является объединение в профессиональный союз, который берет на себя ответственность. Вот этот журналист, понимаете, вы до операции не допустите человека без соответствующей корочки. Вы не разрешите стрелять и носить оружие человеку без формы и без соответствующего статуса. Статус журналиста должен быть подтвержден и закреплен, особенно в условиях военного времени. Сложно, я, например, не чтенцы журналистов никогда им не было и никогда, наверное, не буду. А у вас нет такой проблемы. Понимаете, в Украине другая ситуация. В России это единственная возможность, когда сами, само журналистское сообщество, причем не тот союз журналистов, который сейчас чавкая с аппетитом делит Крым, да, захваченный. А реально вот те, кто... Ведь сегодня приехало 150 человек, среди них больше половины журналистов. Это действительно реальные журналисты, которые производят и распространяют информацию. Всех пустили? Да, всех пустили. Но в данном случае это другая... Но не пускали и сотрудников Марианы Максимовской, которая честно выполняет свою работу, и телеканал «Дождь», «Эхо Москвы». Потому что невозможно отделить ни службу безопасности, ни... Ну, я думаю, стараться все-таки отделить нужно, потому что люди, которые мониторят, у нас есть наверняка российские каналы, в том числе и в СБУ, да, они должны понимать, все-таки есть люди, которые действительно... По сюжетам хотим сказать. Ну, надо отделять. Я думаю, что надо, потому что, да, это очень сложно. Потому что все в одной, как бы, да... Ну, все прекрасно понимают, что это не... Это не функция спецслужб, поверяю в вас. Это функция самого журналистского сообщества. Оно должно быть автономным и должно наводить порядок усилий. Я думаю, каждый россиянин, который приезжает в Украину, прежде чем открыть рот, должен принести глубочайшие извинения за то, что делает моя страна. И я это делаю. Я лично, конечно, не виноват в том, что моя страна напала на своего брата. Но в свое время, когда немецкий народ оказался в такой же ситуации, великий немецкий философ Карл Ясперс четко сказал, да, лично каждый немец, может быть, и не виноват. Ну, не все виноваты. Но в целом немецкий народ несет метафизическую, коллективную ответственность за то, что он допустил к власти Гитлера. Российский народ виноват в том, что у власти Путин, который стал сейчас самым опасным человеком на планете. И каждый из 140 миллионов, ну, кроме грудных детей, конечно, несет свою долю ответственности за то, что не смог избежать этого. Для нас очень важно, я не гражданин Украины, я не буду голосовать, но для нас очень важно, кто будет президентом Украины. Очень важно. Потому что, вот, начиная с 2004 года, те в России, кто думает, кто чувствует, кто мыслит, с огромной надеждой смотрели на Украину, надеясь на то, что Украина станет, ну, в какой-то степени примером для нас и позитивным образцом того, как можно избавиться от совка, вылезти из совка. Это очень важно было для нас, потому что, ну, прибалты, они немножко другие. А здесь братский славянский народ, который на глазах наших начал отряхиваться от совка. И нам было очень больно, когда что-то у вас не получалось. У вас очень много получалось, и я сейчас вот сижу в этой студии, я завидую, мне есть чем сравнивать. У нас вместе «Лайф Шустер» есть «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым, есть «Вести недели» с Дмитрием Киселевым. И вы понимаете, вы недавно тоже это могли видеть, и вас так же, как и нас, думающих россиян, тошнило от того, что делается на российском телевидении. Вам есть, что терять, и есть, чем гордиться. Так вот, я, у меня было очень много вопросов к кандидатам в президенты, но я остановился на одном. Я думаю, что сейчас очень важно, чтобы народ Украины сделал правильный выбор, чтобы не избрали опять человека с диктаторскими, с авторитарными задатками. И есть некоторые критерии, их много, но есть ключевые критерии, которые позволяют отделить авторитарного правителя от демократа. Вот когда Владимиру Путину по истечении 15 лет уже фактически у власти, считая премьера, задавали вопрос, «А какие ошибки вы сделали на протяжении всех вот этих вот, ну, более 14 лет нахождения у руля России?» Он подумал и сказал, «Да не было никаких ошибок». Вот это критерий, один из важнейших критериев, потому что отсутствие честности, отсутствие откровенности, отсутствие умения проанализировать прожитый период у власти, отсутствие умения быть откровенным со своим народом и признавать свои ошибки, вот этой вот духовной честной рефлексии – это один из критериев авторитарного лидера, очень важный критерий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...